Я не вижу у российских вооруженных сил большого внутреннего резерва, которое позволило бы им сейчас изменить ситуацию. Но с другой стороны, Марк, согласитесь, что линия фронта существенно не меняется уже больше полугода. Но движение-то есть. Буквально последние дни события, по-моему, скачкообразно развиваются. Украина однозначно порывается с советской историей, с историей так называемой Отечественной войны. Американский журналист Томас Фридман в своей колонке в Нью-Йорк Таймс, провокативно названной Владимир Путин «самый опасный дурак в мире», приходит к выводу, что у президента России никогда не было плана «Б». И теперь он не может ни победить, ни проиграть, ни остановиться. Он очень точен, кстати, был. Очень точен. Опасный кретин. И действительно, он в таком положении, при котором любой его способ из этой ситуации выбраться, он только ухудшает позицию. Я бы сказал, что сам Путин такого способа не придумает. Ему не понравится ни один. Он не согласится ни на один способ, который бы его устраивал, и который бы зависел от него. Это сделают за него куда скорее. Поэтому он все больше утрачивать будет свою роль, ну, такого актора. И если, так сказать, под каким-то давлением, которое мы можем и не узнать, понимаете, какого-то окружения или какого-то из сторонних союзек, типа Пекина и так далее, его заставят принять какую-то версию окончания войны, то она его точно не будет устраивать, но он вынужден будет подчиниться. Потому что, если бы это зависело от него, он может истратить все 140-миллионное население России, чтобы продолжать и продолжать это безумие, понимаете. Поэтому я не ищу в самого лице Путина источник прекращения войны, которой бы действительно она того заслуживала, какого-то немедленного прекращения, оставления территории Украины и так далее. Его это не устроит. А вот если это станет общим местом для тех, кто влияет на принимаемые им решения, такое вполне возможно. Самое сильное оружие России – это пропаганда. Скажите, как долго Кремль будет спекулировать победой во Второй мировой войне? Вот и на 9 мая на границе с Эстонией, а потом был репортаж моего коллеги, была попытка играть на чувствах людей. И опять очередная демонстрация своего морального превосходства. Он, в принципе, эксплуатируется нынешней властью для такого, что ли, пропагандистского и идеологического обеспечения всего, что делает власть прямо сейчас. Мы же отдаем себе отчет, что ветеранов почти 100-летние люди. Сколько таких осталось? Просто единицы. Власть продолжает эксплуатировать тему для того, чтобы обосновывать все свои новые и новые агрессивные действия. Но это все будет работать до поражения, до масштабного поражения. Конечно, оно во многом связано с Путиным самим, потому что это нужно прежде всего ему. Другого способа идеологически обеспечить войну, например, ведущую сейчас в Украине, ну, у него просто нет. То есть вот эта борьба с пресловутым нацизмом, бандеровцами, предлогом того, что, значит, не добили во время Второй мировой войны в России, не так они собираются Вторую мировую войну закончить в Киеве, которую, казалось бы, закончили в Берлине. Это исключительно утилитарный интерес, но, повторяю, он работает до момента, пока не проиграли. Потому что тогда, ну как, день победы не может превратиться в день вечной скорби от поражения. Для Путина тезис победы, как ядро его, в общем, беспомощной суррогатной идеологии, это главный тезис. На поражение никак не споразитируешь, понимаете? Поэтому только победная дидактика может давать основания для продолжения всего. Не важно, какие ветераны. Если вы заметили, ветераны Чехословацкой истории 68-го года, потом афганцы, потом чеченцы. То есть раз за разом это можно будет длить и длить. Потом на трибунах будут сидеть ветераны СВО, так называемые. Но, повторяя, это все имеет значение, пока ты побеждаешь, пока ты выигрываешь, достигаешь цели. В противном случае праздновать нечего. Как украинцы сегодня воспринимают День Победы 9 мая? Произошла ли какая-то коррекция в их сознании после вторжения России? Определенно произошла, потому что, ну, во-первых, не до каких-то парадов и праздниц, в принципе. Потому что все военные на линии фронта, техника там же. И, в общем говоря, особенно праздновать нечего. Праздновать будут, когда окончательно деоккупируют собственную территорию. Вот. С этой точки зрения, конечно, и, безусловно, не до торжеств. Я вот как раз 9 мая был в Киеве и мог это непосредственно наблюдать. Что касается, собственно, вот этого спора 8 или 9 мая, все-таки вы знаете, что в Европе преимущество в Америке отмечают именно день 8 мая. Потому что 9 было специально учреждено, чтобы не совпадал с празднованием коалиции. Вот тут, конечно, по-моему, и об этом Зеленский заявил. О том, что Украина однозначно порывает с советской истории, с историей так называемой Отечественной войны. И как бы будет отмечать именно день памяти, день скорби именно Второй мировой войны. В этом тоже есть определенный разрыв. Есть ощущение, что от всего прежнего, прежде советского, теперь российского, от всего будут отталкиваться. То есть повторять ничего из того, что является нарративом, который создавалось сначала советской власти, теперь российская, это продолжает, этого не будет. То есть никаких бессмертных полков, ни упоминания в стиле, значит, деды, деды справились, деды воевали, этого, конечно, не будет. Будет, скорее, очень похоже на такой день памяти о военных, день памяти, о потерях гражданских, день памяти тех, кто погиб в период Второй мировой войны в концлагерях, скорее такое. То есть более мемориальный, мне кажется, с точки зрения эстетики. С точки зрения идеологии, конечно, это будет победа во Второй мировой войне, а никак не победа в Отечественной. Марк, как вы лично воспринимаете День Победы? Есть люди, которые в пабликах пишут, один людоед проглотил другого людоеда, и вот это теперь празднует победителей. Насколько сильно упростили эту трагедию такие аналитики? Ну, ее, может, упростили именно из-за нынешних событий. Понимаете, не будь войны, не будь вот этих всех жестокостей и ужаса нынешней войны, то, наверное, по инерции определенно праздник отмечали бы, День Победы, он и есть День Победы. Но определенно же, что Путин изменил его, и поэтому скорее, когда реагирует именно так, реагирует на нынешний день, не на победу тогда антигитлеровской коалиции, а именно на сегодняшние события. В этом есть известная доля логики. Понимаете, ведь даже для той же Украины, продолжая предыдущий вопрос, но ведь, понимаете, героизм это в том числе и борьба с советами бойцов УПА и объединение националистов украинских, понимаете, это тоже часть Победы. Они оставляют себе и этот важный элемент, собственно, войны с фашизмом и войны с коммунизмом. Для меня лично, ну, как у меня, естественно, все погибли и со стороны евреев, со стороны русских частично тоже, кто на фронте, кто где. Я бы сказал, что прошло очень много времени, это десятилетие, я ведь помню, когда был очень маленьким, еще 70-е годы празднования тогда, это был такой советский, но все-таки не слишком генеральский праздник. Он не был еще окопным, солдатским, был и мимолетный период, который мне близок был в 90-х годах, я уже был депутатом, взрослым человеком, когда попытались сделать окопный праздник, да, солдатский праздник, что котелок и каска, вот такой праздник, мне кажется, был бы правильным. Понятно, что это мемориальный все-таки должен быть праздник, но тем не менее. А вот фасадный, парадный такой праздник, который вернул Путин, партикулярный, мне, в принципе, не близок. Я его не хочу праздновать, тем более на фоне происходящего, тут нечего отмечать. Понимаете как? Через 100 лет будем наши там потомки праздновать этот праздник? Хороший вопрос, правда? История берет свое, ничего с этим не поделаешь. Мы сейчас живем уже спустя многие поколения после войны, которая закончилась в 45-м аж году, понимаете? И почти 80 лет назад мы не вытянем просто, не выводим в полном смысле этот праздник отмечать так же, как его отмечали наши предки 20, 30, 50 лет назад. Многое меняется, и поэтому для меня это в общем и целом обычный день. Марк, вы впервые приехали в Украину после вторжения российской армии. Где начинается дыхание войны, когда пересекаешь границу страны? Где вы почувствовали ее резкий запах? Вы знаете, я ожидал увидеть в Киеве нечто напоминающее сильно, но даже где-то местами сохранишься, на въезде выездить из города, а я ездил на машине, противотанковые ежи, какие-то мешки там вот на некоторых зданиях. Все-таки о войне напоминает не так отчетливо, не так, я бы сказал, очевидно, потому что это можно воспринимать как отдельный элемент, но не как картинку всеопределяющую. Киев оказался городом больше для меня похожим довоенным, каким я его знавал в предыдущие годы. Я часто, естественно, бывал, защищая украинские политзаключения, приезжая по своим делам. С этой точки зрения, мне кажется, вот нынешний Киев, может быть, Киев год назад был другим, но вот нынешний Киев, он больше напоминает довоенный. А вот дыхание войны, о чем вы говорите, да, стоит только покинуть столицу, вы двигаетесь, я вот 10 часов ехал на машине в Донецкую область, где я находился на линии фронта, вот там, да, движется техника, солдаты, обочины, посты. Вы должны проезжать через посты, постоянно, я не знаю, что 15 таких проехал до линии фронта, да, там надо показать документы, аккредитация ЗСУ и так далее. А вот это уже дыхание войны отчетливое. Знаете, вот тут вы уже, чем ближе двигаетесь фронту, тут уже все напоминает. Может быть, все-таки, вот когда я вернулся 9-го, накануне была воздушная тревога, известно, что 15 ракет было упущено, все, в общем-то, сбиты, об этом заявляет ВСУ командование. Вот это тоже отдельная какая-то особенность, потому что ночью происходило, я проснулся в отеле, звучала сирена, вот, и какое-то время спустя разрывы слышны были, воздухи такие. Но это войну напоминает. Но в целом я бы сказал, что все-таки Киев больше напоминает мирный такой обычный город, каким мы его знали. А что вам говорили те, кто не одобрил ваш визит, и что вы им отвечали? Вы знаете, таких людей, с которыми бы я общался, и они бы не одобрил визит, у меня нет в окружении. А тот хейт, который раздавался в социальных сетях, ну, я человек интернетный, что очевидно, и поэтому это для меня тоже форма общения. Там несколько категорий. Мы не берем в расчет тех, кто с ненавистью ко мне относится с той стороны. То есть это сторонники этой так называемой специальной военной операции, по большей части их понятно из России. Их претензии меня не интересуют вовсе. Вот, там не о чем спорить. Частично это, конечно, люди, которые считали, что это больше похоже на такой промо-визит, что в этом есть больше чего-то показного. Я думаю, что это от непонимания, глубочайшего непонимания и войны, и ее хода, и роли, и места людей подобных мне, которые в этом информационном пространстве играют преизвестнейшую роль. Это с одной стороны. С другой стороны, были люди, которые говорили скорее благожелательно, что не стоит так рисковать. Ты же не гражданин Украины, ты не военный. А люди погибают. Буквально на следующий день после меня, в том же месте, где я находился в Часовом Еру, погиб французский журналист Арман Сальден. Из F24, по-моему. Я боюсь соврать. По-моему, он из F24. Я бы сказал, что, слушайте, судьба вещь такая, что ты не знаешь, где вообще может что-то такое случиться. Поэтому это уже вопрос личной безопасности, соображения о том, что ты себе позволяешь или нет. Ну и третья категория была очень небольшая. Мне кажется, что это педалированная публика. Они представляются как бы от имени украинцев и говорят о том, что ты нам не нужен. Вот здесь Русняна, здесь не нужна. Есть и такие настроения. Они минимальны в отношении меня, во всяком случае. В отношении меня они очень минимальны. Но там такой, знаете, симбиоз, такой крайний, такой, я бы сказал, горделивости, которая, по-моему, у этих, если взять их по отдельности, людей оснований мало. Это не какие-то бойцы с фронта, это не какие-то люди, вовлеченные в войну. А это такие, знаете, диванные комментаторы обычные, которые дальше своего дивана, в общем, поразмыслить не могут. Я бы сказал, их совсем было мало. Но они были. То есть где-то, может, специально они подделались под какие-то авторизированные, на самом деле, анонимные аккаунты. Может, это даже какая-то российская бот-ферма. Не знаю. Я не занимаюсь расследованиями. Но и такие были упреки, кидавшиеся, что тебе нечего делать в Донбассе, зачем туда ехать. Мы тут сами, вы тут воюете с нами и так далее. Хотя, ну, я не знаю, это какая-то аберрация в сознании, потому что, ну, уж точно по отношению ко мне, это абсолютно не по адресу, выразимся так. Скажите, Марк, а у вас есть рецепт, как снизить градус ненависти украинцев к россиян? Ну, во-первых, конечно, что очевидно для нас всех, это прекратить войну. Война, закончившаяся, она дает, пусть призрачный, но шанс. Война продолжающаяся, этот шанс снижает существенно. Это во-первых. Во-вторых, мне все-таки кажется, что особая миссия лежит на людях, вот тех, кого призывительно называют хорошие русские, но тех, которые покинули Россию, и могут, ну, в общем, какую-то роль вот в этом демпфере отношения украинцев, которые имеют на то основание к русским, снизить, вот, демпфировать это отношение более мягкое, более понимающее, да, то есть на них лежит миссия убедить, что на самом деле человеческое выше национального, понимаете, и сочувствие украинскому народу, поддержка его, помощь ему, это чувство наднациональное, и его могут испытывать, неважно, русские, французы, американцы и так далее, несмотря ни на что. Никто не выбирал, где родиться, но так уж случилось, что власть в России такая, что приходится за нее стыдиться. Но значит ли это, что русские в этом смысле не должны вообще никак помогать украинцам, не должны им сочувствовать, не должны с ними соприкасаться? Мне так не кажется. Это не значит, что не надо лезть постоянно к украинцам со своими переживаниями, со своим сочувствием, но и игнорировать тоже не стоит. Надо найти золотую середину. Мне кажется, кстати, большую роль сыграют именно политики, потому что они могут, их голос громче, он слышнее, они могут сказать что-то очень-очень важное, подчеркнуть неприходящую роль войны и свою роль в ее попытке прекращения, окончании ее войны. Мне кажется, на них лежит очень большая ответственность. Отношения изменятся прежде всего, в первую очередь, если люди, которые значат многое, у них громкие имена, смогут доказать, что на самом деле все сложнее, все не так черно-бело. Вот что. Кстати, касаясь громких имен, невольно вспоминается эпизод с провокаторами, с украинскими флагами, которые облили кетчупом Шендеровича в Литве. Каково быть русским за пределами России, даже если ты против войны? Еще раз хочу подчеркнуть, что в случае с Шендеровичем провокатором выступил именно это лицо, облившее активистом, он называет себя зачем-то. Он россиянин, понимаете? Он что, хочет быть более украинцем, чем сами украинцы? К чему это? Его такая оголтелая активность, да еще и провокативная, обливать кетчупом, а уже он мог и ножом, что ли, ударить? Я хочу сказать, что появилась такая категория плохих, выразимся, русских, которые типа больше ультра-украинцы, чем сами украинцы. Вот это очень неприятная, такая, знаете, лживая категория людей, которая подогревает эти настроения русофобские определенно, будучи сами выходцами из России. И они не просто говорят или активничают в соцсетях, они еще и занимаются такими провокациями, в отношении людей публичных. А что бы ему действительно, как это принято считать, не напасть вон на солдат российских, воюющих в окопах? Почему избрали, значит, писателя-сатирика в качестве объекта? Другой вопрос, что я считаю, что сам Виктор Шендерович, если говорить об украинской теме, иногда делает очень неуклюжие заявления. Любые заявления, которые потом требуют объяснений, это всегда плохо. И мне кажется, что он иногда явно не попадает туда, куда надо. Пытаясь более-менее защитить нормальных русских, которые выступают против войны, против Путина, в это не заподозришь, Шендерович. Он выбирает не тот текст, понимаете? Несмотря на то, что работает со словом, Шендерович иногда изменяет чувство такта. Мне так кажется. И вот некоторые из его заявлений, которые уж и так, и эдак, может, и извратили, а может быть, не так и страктовали, это очень медвежий услуг, который он оказывает и самим русским, которых пытается защитить, и украинцам, которых он, в общем, комплиментарно относится, что очевидно. Я бы сказал, что здесь иногда лучше избегать этих крайностей, во всяком случае, пока идет война. Все выяснения и все препирательства, они могут остаться на потом. Когда не будут раскапываться могилы в Буче или Изюме или в других местах, тогда придет время для оценки роли культуры русской, отношениям двух народов, общей истории, культурного обмена и всего остального. Не надо этого форсировать сейчас. Например, заявление о том, что не отменяйте русских названий и всего русского в Украине сейчас, в момент войны, это явно неуклюжая попытка кого-то чему-то учить. Да, благородным намерением отделить русскую культуру от режима Путина. Но сейчас это не работает. Сейчас это не даст никаких плодов. Поэтому от этого, я не берусь, так сказать, указывать Шендурович, но мне кажется, если говорить в целом, мое мнение, лучше от этого сдержаться. Вы имеете в виду фразу Шендуровича, которую он произнес в одном из эфиров, что российские либералы и украинцы могут быть едины, пока продолжается война. До победы Украины в этой войне. А потом каждый идет своей дорогой. Ну и так далее по тексту. И не только. Он и до этого делал заявления, которые, может быть, не вызывали такой болезненной реакции, но и это тоже. Где он, в общем, не одобрял то, что отменяются названия в честь писателей, памятники, писатель Пушкин и так далее, которые, в общем, украинское общественное мнение не приемляет, убирает с улицы украинских городов. были такие. Просто, ну, сейчас они после вот этих наших мальчиков как-то уже забылись. Но, повторяю, вот даже сказанное в таком контексте и именно эти слова в момент войны, они, видите, какой имеют реакцию. Поэтому лучше эту тему не затрагивать. Мое такое мнение, да и вообще тезис про наших мальчиков. Я уже тут его комментировал, просто представил себе, как Шендерович обойдутся эти наши мальчики. Понимаете? Уж лучше оказаться в лапах самых свирепых бандеровцев, чем в лапах нынешних наших мальчиков откуда-нибудь из ЧВК Вагнера. Вот что я бы сказал. Марк, не стал ли Киев заложником ситуации, когда от него все, включая даже Москву, требуют наступления? Я думаю, что Киев со всеми играет. Я думаю, они готовы к контрнаступлению и они специально тянут паузу. Знаете, как у Саммерсета Моэма в знаменитом Луна и Гроши, а, нет, театр, извините, говорят, что главной героине, которая актриса, ее учил учитель, режиссер, пьяница, что если уж никогда не делай пауз, но если уж сделала паузу, то тяни, насколько это возможно, долго. Так и тут на сцене, а, наверное, команде Квартала 95, выразимся так, не чужда. Театральность в этом смысле. У меня такое ощущение, что они просто-напросто выжимают из этой ситуации все. Вот пусть все нервничают, пусть все ждут, а все произойдет внезапно, стремительно и с неожиданным результатом. Вы снимаете документальный фильм под названием «Чужие земли». Что вы хотите рассказать об этой войне, то, что не рассказали другие? В чем эксклюзив? Эксклюзив только в том, что она, эта работа обращена именно к русским, к русскоязычным, тем, кто считает, что Россия должна оставаться заложником прежней доктрины. Еще там провозглашенный Александр Третьим или что-нибудь в этом роде, что Россия должна экстенсивно расширяться за счет соседей, и в этом смысл ее существования. Мы пришли к моменту, когда нужно окончательно поставить точку во всем этом. Дело в том, что завоевание этих земель, как многим представляется считающимся национальной целью, на самом деле обедняет, обескровливает и, собственно, ведет к совершенно обратному результату. Любая попытка расширить территорию и без того 17 миллионов 200 тысяч квадратных километров в России ведет как оттщательному в общем схлопыванию России как большой исторической субстанции. Непонимание этого, да, оно усугубляет и усугубляет все больше эту ситуацию, потому что тому населению, которое ползает 140 миллионов на этом огромном пространстве, нет жизненных сил для того, чтобы его освоить. Расширение этих границ ведет только к тому, что национальные силы расходуются просто так. Вы посмотрите, что остается после этой войны. Остается выжженная земля, ничего, ни деревьев, ни лесов. Леса горят, леса срезаются, что называется, вооружением, которое используется аж 21 века. Там ничего не остается. На этой земле ничего не вырастет, ничего не построится, никто на ней не будет жить. Завоевав ее, воткнув в нее флаг, с ней нечего делать. Вот что очень важно. Русская нация не такая, что она способна осваивать пионерские новые пространства. Это вообще не было никогда сильным качеством. На самом деле занимали земли, втыкали флаг и уходили. На более благополучные места. Посмотрите, как развивается русская Азия. Да, ее завоевали в свое время прирастали в 18-19 веке. И что там? Кусочки, полоски земли, на которых живет компактное население вдоль границ государственных, а дальше пустоты, никому не нужные, не имеющие сил, средств, жизненных сил для того, чтобы их осваивать. Так зачем вам новые земли, которые вы не в состоянии, учитывая последствия войны, в принципе, эксплуатировать хоть как-то? Никто туда не поедет жить, никто там не сможет жить, несмотря на то, что это Восточная Европа, а не какая-то там далекая за поясом ледника земля где-нибудь в Восточной Сибири или дальше, на севере и так далее. Вот это очень важно, потому что никто никак не может ответить на вопрос, а зачем это делать, что вы собираетесь с этим совсем делать? Нет ответа. Любого спрашивают, он начинает бубнить, открывая рот, как его открывает телевизор. В конце концов, никто не отвечает на вопрос, зачем вам эти земли? Не зачем вы это делаете? Они более-менее себе отвечают. Русские воевали, мы воюем, да, прежние поколения сражались, мы сражаемся. И они умирают просто бесцельно, но понимают, что они делают. А вот что они со всем этим будут делать после, никто не понимает, ни у кого нет даже представления. Путин даже не дает никакого плана, когда это закончится и где это остановится. При всей риторическом характере таких вопросов мне все-таки представляется, что этот вопрос, эта тема должна прозвучать еще более громко. Кто-то же должен задуматься, ради чего эти мобилизованные обычные обыватели, экспедиторы, водители, кладовщики должны унаваживать эту землю где-нибудь в районе Бахмута. Там же ничего уже нет. Авдеевки, Маринки, Маринки вообще нет. Что вы с ней будете делать? Кто вам сказал, что это какие-то там несметные сокровища, которые хранит эта земля? Это не так. Вот этот вопрос мне представится важным. Конечно, желательно для такой картины, чтобы мы оказались на деоккупированных территориях сразу. Сразу после деоккупации. Вот это представляет интерес. Пока материала недостаточно. Будем дальше, посмотрим. Главное, конечный результат, а не процесс. В одном из последних интервью вы заявили, что российская армия не может выиграть эту войну. Украина победит. Ваши аргументы? Вы знаете, я посмотрел, во-первых, на украинскую армию. Начнем с этого. Я уже отмечал, если вы заметили, я говорил, меня поразили какие-то детали. Например, я был там в Краматорске, ночевал там, в Славянске, в других местах, ни в одном ларьке, ни в одном ресторане не продают спиртное. Вообще нет спиртного. Я не видел ни одного пьяного человека. Меня это сильно поразило. То есть, ну ладно, ты не увидел военных, это само собой, там патрули, и как бы не позволят просто так взять и выпивать. Вот. Но в принципе не продается спиртное. Все-таки славяне любят выпить. Ничего не поделать, хоть русские, да и украинцы вообще себе не отказывают. Но тут очень жестко все соблюдается. Очень жестко, предельно. Я сам вообще не злоупотребляю спиртное, но не отказался бы хоть выпить что-нибудь. Конечно, то есть, что найдет, но вот так, чтобы это было открыто, ну нет, такого нет. Но тем не менее, вот мы возвращаясь к вопросу, почему выиграют, ну потому что, знаете, сумма факторов, помимо того, что люди сильно мотивированы, поддержка Запада, организация всего, добросовестность офицеров, солдат, мне кажется, что этому нечего противопоставить. Расхлябанность российской армии, она и до этого-то была ужасающая, а уж эта война только усугубила ситуацию. Те дееспособные, боеспособные части, они же все полегли. Сейчас это уже, в общем, второй, третий, какой-то еще состав. Ну и потом, находясь непосредственно передовой, вот смотрите, они постоянно обстреливают. Я вот находился сейчас в Яру, там на выезде на дороге в Бахмут, это уже несколько километров до Бахмута, буквально просто, это все рядом, очень рядом, то есть, настолько рядом, что карта не дает представления. Они же обстреливают все просто подряд, то есть, такое ощущение некоторого хаоса. Может быть, это ложное впечатление, потому что все равно для цели есть координаты и все остальное, но бьют они не жалея. Вот сегодня, перед началом эфира, видел о них Константинов, в которой я там тоже находился и даже записывал. Константин, особенно вот эта дорога, которая со взорванным мостом, ее дорогой жизни называет, набахнут, пять километров, набахнут от Константиновки по прямой. Это другая дорога, не сейчас в Яру. Так они вот обстреляли эту Константиновку. Константиновка в такой же жилые дома. Я там около школы, если кто знает, школа разрушена, там ничего нет. Они, наверное, думали, что там база ВСУ и там ночуют военнослужащие. Они ее в свое время обстреляли, она вся разбитая, там ничего нет. Ну, высотное такое здание. Вот в силу этих причин я не вижу у них резервы для того, чтобы просто победить. Они уничтожают не только противника военного, но и гражданское мирное население, всю инфраструктуру. Создавая тем самым к себе еще более худшие отношения. Формируя его, понимаете? Я не очень понимаю, как этим всем управлять. Достигнув цели, захватив какие-то очередные города, они есть сохранять население, но никогда не будут лояльны. Люди, которые покинут свои дома, еще более будут враждебными. То есть понять, для чего это делается, сложно, но еще раз хочу подчеркнуть, я не вижу у российских вооруженных сил какого-то большого внутреннего резерва, какого-то такого вдохновения особого, которое позволило бы им сейчас изменить ситуацию, после, спустя 15 месяцев войны. Что это должно быть? Чем это они должны замотивироваться, чтобы вдруг дойти до Киева? Я не понимаю этого. И не вижу для этого никаких предпосылок и оснований. Поэтому я не верю в победу российских войск. Я и изначально в нее не верил. Это не то, что я там убедился. Но я просто воочию все это наблюдал. Понимаете? Одно дело, это все-таки интернет и карты, а другое дело, это живая земля, там люди, техника, это окопы и так далее. Я был на позициях артиллеристов, я был в госпитале, я был в разных местах. Ничего не убедило меня в том, что есть хоть какая-то перспектива, я почет ничего, победить вообще, говоря, в Донбассе, например. Но, с другой стороны, Маркс, согласитесь, что линия фронта существенно не меняется уже больше полугода. Откуда взяться оптимизм? Так и есть. Но сил для того, чтобы победить у России нет. А сил для того, чтобы одномоментно изгнать с территории оккупированных российские войска, у Украины недостаточно. Это тоже очевидно. Но, во всяком случае, контрнаступление – это один из элементов восполнения этой недостаточности. То есть, если все-таки будут планы реализованы, то, я думаю, из тех 19-20% оккупированных территорий цифры снизятся до 10, например, или до 12. Можно ли это считать прогрессом? Для войны это очень существенно. Вспомните, почти 11 тысяч километров в начале сентября были деоккупированы в Харьковской области. Тоже мало верилось, что в такие сроки, за две недели, можно деоккупировать такую огромную территорию. Так что, если бы этого не было, не было покидания правого берега Днепра и Херсона, то, наверное, можно было бы о чем-то говорить, что фронт замер. Но движение-то есть. Буквально последние дни события, по-моему, скачкообразно развиваются. Даже хотя бы по реакции пригожно об этом можно судить. Но так или иначе, я еще раз хочу подчеркнуть, что, понимаете, для Украины ей какая разница, прошло 15 месяцев или один день, она продолжает воевать в том же режиме. В том смысле, что есть возможности двигаться вперед. Нет возможности стоять на месте. У России за эти 15 месяцев, учитывая цели и намерения, должна была война завершиться уже раз 20-30, понимаете. Изначально 2-3 дня, потом, ну, чуть-чуть месяцок, потом мы тут поменяем командование, кинем свежие силы. То был Суровикин, то Герасимов. Какой источник продолжения войны может помочь Москве достигнуть хотя бы относительно цели? Я его не вижу, я его просто не наблюдаю. Поэтому долгота этой войны, ее длительность, это не фактор, который хоть о чем бы-то мог бы свидетельствовать. Почему Бахмут стал самым кровавым и горячим форпостом ВСУ в этой войне? Почему обе стороны кладут там сотни, если не тысячи жизней? Потому что это Донецкая область, а вопрос, кто владеет Донецкой областью, выйдет на грани Донецкой области, является вопросом, кто владеет Донбассом. И поэтому и для тех, кто рвется его захватить, для российских войск недопустимо уступить. Ну и для Украины, для того, чтобы сохранять ощущение, что эта территория на востоке Украины не является никакой-то там русскоязычной особенностью, сепаратистской, а является органичной частью Украины, важно не отступиться, а продолжать защищать эту территорию. Когда закончится война и придется восстанавливать города и села, мир столкнется с тысячами квадратных километров минных полей и объектов. Как в Украине будут решать эти... Это очень остро. Вот везде, где мне удалось быть, это и не только Донецк, но и Харьковского, все заминировано, ходить никуда нельзя, отклоняться нельзя, нужно обходить, обходить участки, в полях не выходить, с дорог не сходить, потому что разминированы только основные трассы, а вот в поле, если пойдешь, ну там везде, кстати, натыканы ракеты не разорвавшиеся, еще много чего, но и, конечно, минирование, минирование, то есть Харьковская и Донецкая область предельно заминированная, это большая проблема, но так это тоже найдет, уйдет на это десятилетие. Современная техника может ускорить этот процесс, потому что по этой части уже есть западные образцы, которые помогают существенно это ускорить, но сейчас нет смысла в этом, потому что, а что разминировать, если вдруг фонд начнет колебаться в одну или в другую сторону, это вопрос уже после военного времени. Ну, наконец, произошла очная встреча с вашим постоянным виртуальным собеседником Алексеем Арестовичем в Киеве. Насколько сильно Арестович экранный отличается от живого? Вообще никак не отличается, просто один к одному. Арестович за экраном абсолютно точно такой же, какой он на экране. Никакой разницы, поэтому... Да и как-то я и не ожидал, что он будет каким-то другим. Вот все, что мы видим на экране, ровно такой же Арестович. Тянет слова, значит, какие-то вещи его интересуют, больше какие-то меньше. Вот. Кстати, абсолютно лишен какого-то самолюбования особенного, уличного общения. Да нет, но он такой же, какой есть. Вы знаете, Марк Арестович, первых месяцев войны Арестович сегодня, это немного вот другой образ. Вы могли бы объяснить, с чем связаны эти изменения? Стало больше эпатажа, иронии, сарказма, ну и даже некой клоунады. Какую цель он преследует, разрушая свой прежний образ, психотерапевта, ну и, скажем так, народного успокоителя. Я никак не заметил с его стороны какой-то особой клоунады эпатажа, но я бы сказал, что нет. Он, может быть, выполнил ту свою роль, которая была необходима в начале войны. Многие считали, что он выполняет роль анальгетика такого по отношению к людям, которые испытывали огромный стресс от войны. Я думаю, он с этой задачей справился. Но кое-что начало меняться, просто его замещают совсем другие факторы, эту роль психологическую. Он больше переходит в политическое качество. Из такого, знаете, аналитического или, я бы сказал, войны экспертного, он переходит в качество действующего политика. Это похоже на то. Это не значит, что он это делает. Но многие его так воспринимают. Это накладывает определенные особенности, что там говорили. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова